Арина Родина получила 4 года колонии. Почему потерпевшие просят отпустить подозреваемую колонию? Оставили без Родины. По каждому грешил мать ей мать. Оставили под тройкой колонии. Как суд решил мать ей мать ей мать. Вы 4 года колонии. Муж стал очень сильно везде писать и жаловаться. Такая волна активная была, что писали про меня и в газетах. А везде они просто испугались. Там начальница тряслась, когда мою фамилию кто-то где-то. Не трогайте ее, ради бога, я не хочу больше этой головной боли. Ей просто не хотелось, но зачем ей такой геморрой, простите? Потому что многие, когда женщины закрывают его, они как бы открещиваются и ищут себе другую. То есть все элементарно и просто. Как? Если ты выбрал этого человека, то есть ты же его не просто так выбрал, правильно? Там любовь, тем более дети как бы. То есть естественно с ним до конца. А так, когда случилась беда, ты в сторону, отходишь. Блин, смысл. Смысл тогда вообще каких-то отношений. Мы землю уже купили, начали строительство дома, да. И вот у нас не хватало по деньгам действительно. И мы хотели взять кредит просто, чтобы закончить. Много же всяких организаций в интернете искала помощь финансовая, кредиты. Совершенно случайно наткнулась. Мужчина очень вежливо там все мне рассказал, что да, помогаем взять кредит. Но с другой стороны, зачем брать кредит, если можно заработать? Ну вот так все красиво. Не хотели бы мы бы работать. У нас вот очень условия интересные. Нам сейчас нужны агенты на показы квартир. Потому что объектов очень много. Мы расширились. Не хватает людей. Платим хороший процент. Пойдем кормить. Видишь, она плачет, чтобы мы ее успокоили. Пойдем ей косточку дадим. А то она переживает, что ее гулять не выпускают. Все, все, все. Ты хулиганка, ты хулиганка, ты хулиганка такая. Федюнь, давай. Ой, съела быстро как. Вкусная косточка. Обежала к себе, смотри. Неразумно поступила в том, что пошла на эту фирму. Стала работать на непонятных людей без договора. Абсолютно неофициально. Ну, поверив просто на слово. И погнавшись за деньгами, на самом деле. Естественно, я поняла, что что-то не то там. Какая-то странная ситуация. Как люди могут купить и через 3 месяца, через 4 ее продавать и обратно. Сама посмотрела объявления, порылась в интернете. Посмотрела, действительно, она выставлена. Вот та же квартира. В офисе никого не было, было закрыто. И, собственно, мне даже не заплатили, по-моему, за 2 показа. И все. И все свернулось. Денег больше как бы и не увидела. Год и 3 месяца, по-моему. Никаких действий вообще не происходило. А потом мне звонят и вызывают меня в качестве свидетеля. И вот по этим квартирам, по всем. Обухом по голове, то есть, я просто в ступор сначала впал. Первый момент, когда это все случилось, то есть, у меня, я не знаю, то ли плакать, то ли еще что-то. То есть, ну, она просто такой человек, вообще далекий от этой системы, то есть, от этого, от криминала, от всего-то. И вот меня следователь вызвала. Я была свидетелем. Какие-то там я показания дала. Она говорит, ну, в принципе, это сегодня все последний раз, наверное, вы нам больше не понадобитесь. Подождите только в коридоре, у еще там буквально одна подпись. И где-то часа полтора я ждала в коридоре. Там у них, ну, как бы, ну, надо так надо, сидела, ждала. Она меня вызывает в кабинет и объявляет, что я арестована. Как таковой моей вины вот по самому делу нет вообще. Наш шеф, он не сидит, который вот управлял эту фирму. Все, кто заправляет большими деньгами и большими оборотами, наркотиков, там, денег, квартир, они все где-то, где-то заплатили, где-то прекрасно живут. То есть все решают большие деньги. Вот и все. А сидят обычные, обычные, совершенно простые, глупые люди. Он там вообще спит? Нет? Вот он бедный. У него капусты как много. Вася, ты скучаешь, да? А как ты хулиганил, как ты дрался, а теперь не с кем драться, да? Все равно видно, что он как-то скучает, немножко вялый такой стал. Ему надо вот, надо обязательно ему женщину. Да, курочек. Одним тяжело, все тяжело в одиночку. Я понимаю, это была бы террористка, убийца какая-то, а это мать, как бы, то есть, ну, многодетная семья, то есть, малолетние дети, тем более, один вообще реально маленький был. И вот, нет, все равно, то есть, вот, как будто нашли овцу, как бы, то есть, ну, которая за все отвечать будет. Судья сказала, там очень много всего говорила я, адвокат, она сказала, ну, если вам некуда деть детей, мы можем их пристроить в детский дом. У нас их никто не отменял. Вы с адвокатом вообще сутками почти не расставались, то есть, я вот сюда прилетал, что-то поделаю, быстро бам-бам, и, короче, туда летел, то есть, еще попутно что-то где-то там зарабатывать умирал. Так вышло, понимаете, Сергей работал в транспортной компании, он сутками по России мотался, а двое детей на мне. Как у женщин это получается? Как? Я до сих пор этого понять не могу. Как можно котлеты жарить и уроки делать одновременно? В принципе, я всегда считал себя неглупым человеком, но рук не хватает, надо быть богом Шивой с шестью руками. У них это получается. Потом... Он сегодня собрал... Да папа, он мне не полезет. Савчик. Нет, почему не полезет, ее повесить, и все, сейчас сначала... Да, вот именно, а оно будет в верхнее. Нет, вот оно на петлях будет висеть и открываться. А, это будет ниже, да? Как я потом поняла, во-первых, заказ есть, как говорят у всех судов и судей, на определенный процент людей, количество, которое нужно обязательно посадить, который будет потом работать на зоне, потому что это производство широчайшее, которое приносит бешеные деньги. Даже там, на зоне, сотрудники, в общем-то, ну так, внегласно это все обсуждают, что да, есть заказ определенный. Чего вы удивляетесь? Вас поставляют сюда как рабочую силу. Раскройная ткань, на эту ткань нужно наносить определенные там какие-то штрихи, точки, которые потом позволяют швее правильно прошить. И рассыпчатый мелок нужно вот как пудрой, значит, сильно-сильно нажимать на лекало. Я вот как вставала там в 6-15, так до трех я постоянно-постоянно вот, значит, миловала, 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 миловала. Мастер, который за нами наблюдала, когда мы работали, вот она отвечала за нашу работу, она военный, офицер, она совершенно открыто говорила, как жаль, что сейчас нельзя бить. То бы я сейчас выбила из этой там все, что можно, еле ходит. Ну и все такое, ну и мат, и все, ну совершенно звание офицера, они не оправдывают, естественно, и просто его позорят. А так они постоянно приезжали. Вот самого первого раза ни разу не пропускали. Вот. Первый раз маленького я увидела, я же его не видела целый год. Вот когда я уехала отсюда, грубо говоря, ему было год и пять, а приехала, ему было два и пять. И вот первая встреча, он зашел на год повзрослевший. И вот они с первого раза, вот Сережка их возил. Я там тоже очень много видела девочек, которые плакали, рыдали. И первое время их еще как-то поддерживали, а потом все угасало, угасало. Ну человек просто терял терпение, видимо, и ну водил каких-то. У меня нету приоритета, извините, вот скажу прямо в сексе, короче. То есть жизнь не из этого состоит. Для меня больше духовная пища, то есть опять же чувство вот этого переживания. Первый раз вот у нас свидание, меня проверили. И вот дверь открыта, и там бегают дети, вот он стоит. Ну помню, конечно, вообще такой шок. Я тут же начала понимать, что через три дня это все кончится. Уже прямо вот сразу какой-то дикий ужас, что вот оно тут, и оно сейчас уедет. И вот это все счастье. Ну счастье, конечно, все равно безумное. Головокружение дикое. Говорю, что просто вот в первый момент даже не осознаешь до конца, что это вот действительно на самом деле не сон, а это происходит. Основная фишка в том, ну как фишка может, конечно, кочунство, так сказать. Мы венчаны. Я сам раньше не знал такое, но вот когда мы повенчались, мы начали другую почувствовать на расстоянии. То есть вот даже созванивались, допустим, вот сегодня какие-то ощущения, там ей плохо было, да, либо мне вот созванивались, мы друг другу рассказывали. Полина, я не понимал, как так? То есть ну я реально чувствовал это. У меня жизнь не сложилась, что я не стал там каким-то олигархом, там безмесьменом, еще чего-то. То есть ну что могу, то делаю как бы, то есть я по крайней мере как уж не извиваюсь, то не изображаю себе чего-то, то есть я такой, какой я есть. То есть и с супругой сколько раз, то есть ну бывали разные разногласия, но она меня любит, таким воспринимает, какой я есть. То есть так же и я ей. Они вообще крови не хотели, то есть они прекрасно понимали, что не она основная фигурантка в деле, то есть вот так вот. И они как бы встали на нашу сторону. Они написали, ну как прошение какое-то, что они просят не применять ко мне никаких строгих мер, потому что не имеют ко мне никаких претензий, там не видят никакого преступления в моих действиях и так далее. Ну это все приложили к делу, но никак не учли. Естественно, как бы тюрьма, она по голове не гладит, как бы, естественно, по нервам ударила, то есть мне еще успокаиваться и успокаиваться. То есть это конкретно проявляется, то есть бывает в поведении там, то есть бывает в эмоциях, ну как бы я это все понимаю и как бы все это со временем пройдет. Мне казалось, что все люди, которых осуждают, их осуждают абсолютно справедливо, и они действительно преступники, прям вот страшные люди, с которыми не надо иметь дело. Где-то убийцы, просто убийцы, действительно хладнокровные убийцы, которые даже не отрицают этого. Есть, но это пять процентов. Приятного места. Папа, приятного места. Тебе тоже, Петя. Люди сейчас не идут, если что-то случается, они не идут в полицию, потому что они видят в полиции врага. То есть если раньше там, они даже, грубо говоря, там без оружия, да, ходили без дубинок, ну, советские фильмы любые, возьмите передачи, то есть, ну, их уважали, да, там, к ним шли, там, то есть, вот у меня случилось что-то. Сейчас понимаешь, что они не помогут. Ты придешь к ним с бедой, они тебя еще виновным сделают. Страх, наверное, есть за детей, не за своих, наши-то еще как-то проживут, за их внуков, правнуков, праправнуков. Потому что, ну, что будет еще через, там, лет пятьдесят или сто, я вообще не представляю, если все вот в таком ключе пойдет дальше. Мне кажется, все нацелено на то, чтобы истребить вообще нас всех. На коннике. Да, да, да. Сосновый лес, вот наш домик, вот Алишка. Простенько, простенько, но со вкусом. Вот так, закрывает сезон, короче. Оп, все. Ах, кстати. Отпомнили. Отпомнили. Я, в called. Тромrouн.